Друзья, мы с вами сегодня идём в Кос. Распродажи кончились здесь. И будем смотреть, что есть нового, красивого. Что-нибудь померим. Вот манекены, как всегда, на самом видном месте. Много джинсы. Как быстро кончилась распродажа в Кос, как жалко. Я надеюсь, что я найду что-нибудь новое померить. Потому что так на вид. Я пока что ничего интересного, честно, не вижу. Всё такое чёрное, чёрное. Но в Кос я, на самом деле, так и примеряю обычно чёрные вещи. А, кстати, вот эти вот блузы в горошек, помните, я её примеряла? Так они и не ушли на распродажу. Мне написали, что есть в тон к ним были ещё брюки или что-то такое. А у нас вот так их и не было. Всё очень серо-чёрное. Всё очень базовое. Всё очень мрачненькое. Красивый свитер серый. Ну всё, вот такая вот ёпочка ничего. А, это ёпка брюки. Посмотрим, что мы возьмём. Платье интересное. О чём оно? 225. Такое. Скромное, строгое, но интересное. Пальто. Коротенькое пинжачок. Так. Вот такое платьице. 225. Ой, ничего не вижу. Надо очки достать. Вот такое платье. Платье-рубашка с интересным кроем. Так. Ну, здесь, как всегда, музыка гремит. Поэтому я, наверное... Я даже не знаю, девочки, что у меня здесь. Всё такое... Ну, вот базовые белые рубашки. Опять эти же брюки уже те же самые. Висят в двух местах. Всё такое базовое, базовое, прибазовое. Я прям... Я прям не знаю, что нам... Что нам делать. Что-то мне... Ну, ладно, посмотрим. Что-нибудь сейчас найдём. Пальтишечка. Вон красивое пальто. Сейчас вам покажу. 450. Вот такое вот пальто. Обычная трапеция. Или это... Нет, я думала, что это кейп. Нет. Вот это красивое. Такого красивого шоколадного цвета. Не шоколадного, а такой молочный шоколад. Светлый. Тоже 450. Ну, кстати, без подкладки. На поясе. Так, ну ладно. Сейчас что-нибудь найдём. Придумаем. Ну что, всем привет из примерочной. Из кос. Мы сегодня работаем по чёрному. Потому что... По чёрным цветам. Потому что, на самом деле, в магазине действительно всё вот такое серо-чёрное. И я подумала, что... Все любят чёрный цвет. Очень хорошо смотрят мои видео, где я одеваюсь в чёрное. Потом я нашла очень много интересных чёрных вещей. Вот смотрите, какие-то брюки такие интересные. На самом деле, что-то здесь какие-то кнопки, кнопки. Ну, в общем, тут такую ёбку интересную. Сейчас мы померяем. От топов у меня вот два. Свитер и просто обычная такая футболка с линдом. Потому что особо я не нашла ничего интересного. А вот низу в чёрных я нашла много, очень много интересных. Ну и на мне сегодня вот серый свитер. Длинные вот такие вот сапоги замшевые. Замшевые, неподходящие мне на самом деле под мои сегодняшние примерки будут выбиваться из Total Black. Но ничего, мы как-нибудь с этим справимся. Давайте примерить. Смотрите, как просто и шикарно. Всё-таки чёрный Total – это что-то с чем-то. И вот моё украшение красное прямо в тему. И ботинки, может быть, сапоги, вернее. Может, даже и хорошо, что они не чёрные. Когда получается, что оно как-то так немножко разбавляет. Значит, на мне абсолютно обычный трикотажный топ с длинным рукавом. Вот трикотажный, как футболка. Видите, и вырез, и всё у него как футболочное. С длинным рукавом. Вот с такой вот, знаете, с такой петелькой для пальца. Тырочкой, вернее. Абсолютно шикардосная юбка. Я, понимаете, с чёрным цветом, что плохо, что когда снимаешь, то чёрный не очень хорошо понятно на камере, что здесь происходит. Но здесь происходят, во-первых, карманы, которые зашиты. Я не могу туда сомать руку. Она такая интересная. Может быть, я уберу своё украшение, потому что оно мешает нам смотреть. Так, потом я повешу его назад. Значит, я вам сейчас покажу. Она застёгивается здесь. Она застёгивается здесь. Здесь у неё молния, замок. И получается вот такая вот спереди, как будто бы складка за счёт вот этих вот всех пугольц. Очень-очень интересный крой. Сейчас я застегнусь, покажу вам назад. Посмотрите, какая супер-классная, красивая, интересная юбка и силуэт. Просто шикарная. Ну, как всегда, в косу у них как бы детали такие, что интересный крой, необычные какие-то фасоны. В общем, ну, цвет чёрный, и это очень шикарненько. Так, смотрите, это десятый размер. Она на мне очень плотно сидит. Мне бы надо было, может, и двенадцатый. Вообще, меня это пугает. Когда-то я носила в кос строго десятый конкретно. А сейчас мне уже десятый так поджимает. Вот. Ну, в принципе, видите, даже так немножко как-то эта складка расходится. Да, в принципе, юбка, конечно, ох, какая красивая. Сейчас я вам её, видите, поджимаю. Сейчас я вам на вешалке ещё покажу, и вы поймёте, в чём её соль. Так, юбчоночка. Сто процентная шерсть. Двести двадцать долларов. Видите, размер десятый. Вот её номер, если вам кому-то интересно. Да, шерстяная юбка. Тоже чувствуется качество. И вот очень-очень интересный вот такой вот фасон. Две пуговицы здесь. Значит, вот так она, два кармана. Вот такая вот складка. Причём это не разрез, а внутри есть ткань. И здесь ещё есть замок внутри. Вот. Где замок? Ну, в общем, вот здесь вот замок. В общем, классная юбка. Очень интересная. Очень необычная. Мне очень нравится. Ну, конечно, мы ждём. Может быть, до сейла довисит. Что вряд ли, конечно. Такие смешные брюки. Они как шаровары внизу. Но всё равно у них очень хороший крой. И они тоже очень классные. Я вам потом покажу. Там внизу. Там внизу реально три кнопки. И можно их делать. Я, наверное, потом перестегну. Можно их делать клёшные, поуже и поуже внизу. И они сделаны из такой плащёвки. Вот здесь тоже такие кнопки, которые можно затягивать. И делать их более... Меньше делать в талии. Но они очень классные. Вообще, мне очень идут косовские штаны. Вы заметили, наверное. Особенно чёрные. Которые я всегда пытаюсь потом на распродаже поймать. И которые у меня никогда не ловятся. И вы смотрите, тоже с простой, вот обычной совершенно такой... Таким топом, типа футболка. У меня, кстати, нету ни одного такого. Я, может быть, не в кос, потому что здесь дорого. А в каком-нибудь более, скажем так, бюджетном магазине, вот если найти вот такой вот, знаете, простой такой топ, облегающий. Он так красиво выглядит. С чёрным низом. Вообще, с любым другим низом. Вот я всё покупаю. Что-то такое фэнси, такое весёленькое. А вот такие базовые вещи очень нужны. У меня есть с коротким рукавом. Кстати, из Uniqlo один. Вот, может быть, Uniqlo посмотрите. Там есть что-то такое. Прямо реально мне нравится. Смотрите, как красиво. И любое украшение можно. И всё, что угодно. У меня прям появилась идея вот приобрести такой тур чёрного цвета. И носить его везде совсем подряд. Так, сейчас покажу вам, как можно сделать брюки шире, уже. В общем, интересно что. Так, смотрите, вот это максимально узкие, какие они могут быть. Видите, вот это средняя застёжка, а это максимально узкие. Вот так вот это выглядит. Нога. Интересно, да? И сейчас я сделаю, расстегну их на то, чтобы они были максимально клёшные. Так, и это максимальная ширина. Вот они, видите, просто такие получаются, если их вот расстегнуть на, застегнуть, вернее, на крайнюю кнопку, они просто получаются вот такие вот широкие, просто широкие брюки. Шароватые такие. Интересная правда. Очень-очень интересные брючки. Так, брюки 97% хлопок и 3% эластан. Видите, они такой вот, такая плащовка, как будто бы. Да, стоят 150 долларов, не страшно. Вот их номера и 10 размер тоже я примеряла. Вот эти мне точно хороши. Вот видите, как они внизу сделаны? У них здесь шов по центру. И вот такая вот шлёвка. Как это называется? Ну, в общем, такая штука. И можно застёгивать на эту кнопку, на эту кнопку. А здесь она застёгнута на, так сказать, самую крайнюю. И тогда она получается... Так вот они вот такой ширины, а то они могут быть уже, уже, ещё уже. И то же самое. Да, ну, у меня, конечно, сложный запас. Уже, уже, ещё, ещё узее. Вот здесь тоже такая есть кнопка в талии. Если они вам великоваты в талии, то вы можете перестегнуть на эту кнопку, и тогда оно будет... Они будут поменьше. Такие кнопки, кстати, интересные. Никто таких не видела. Ну, а так-то у них, в принципе, обычно. Вот здесь вот замок. Карманчики в швах. Хорошие брюки. Очень мне нравятся. Интересные у меня больше. Так, 96% хлопок, топик и 4 эластан. И вот он стоит 70 долларов, 69, размер medium. Мне бы надо было, наверное, large. Как-то он меня сильно облегает. Ну, в общем, вот такой вот базовый обычный топ. Но как хорошо он выглядит. У него хорошая такая плотная, знаете, ткань. Вот это тоже очень важно, потому что можно купить такой тоненький, сопливый, и он будет выглядеть как очень дешевая вещь. А этот вот видно, что это не очень дешевая вещь. Видите, вот здесь такие разрезы в рукавах. Ну, в общем, кос хорош базовыми вещами и такими вот всякими интересными, необычными фасонами. Так, вот мы сейчас с вами посмеемся. Я думала, это юбка. Я думала, это юбка. И я принесла это платье. Это как будто бы я думала, что это юбка, такая расклешенная от талии. А это платье. Я вам сейчас объясню, почему. Там внутри такая конструкция, что становится понятно, что это платье. Плюс вот карманы вот здесь. То есть это не может быть юбка, потому что карманы тогда будут ниже колена. А это на самом деле платье. И оно супер, конечно, прикольное. Такое стильное. Единственное, что я не знаю, как так его носить, чтобы оно не свалилось. Я так его натянула на себе. И как-то мне так... Мне кажется, если сильно дернуть... Хотя там внутри, я вам сейчас покажу, там целая установка и конструкция для того, чтобы оно держалось. Но я бы как-то все равно, честно говоря, если так сядешь, встанешь, там потянет кто-то... Может, я... Может, я это очень сильно... Каникую. Ну, вот видите, у него такая хорошая длина. Она не очень короткая. Но вот сверху открытая. Это, конечно, такое платье выходное, нарядное, вечернее. Но я не очень комфортно себя чувствую. Хотя, наверное... Вот смотрите, я стою. И так оно... Ну, не падает. Ну, как бы... Хотя, конечно, платье прикольненькое. Вот такое надели. Можно надеть что-то вниз, какой-то черный. Оно не совсем черное. Оно такое немножко синеватое. Можно надеть вниз какой-то такой топ. Вот я хотела оставить вот этот. Но дело в том, что он черный. И он... А платье синее и вместе... Синеватое. И вместе это было бы не совсем... Разные оттенки черного цвета. И лучше сюда что-то, видите, прозрачное такое. Вот типа такой тюлево какая-то... Такая блузка тонкая, которая вот просто прикроет вам как будто бы плечи, но будет что-то надето на вас. Ну, в общем, короче. Хос, как всегда. Интересное такое платье. Прикольное, да? Так, смотрите на меня в полный рост, девочки. Что-то невероятное, да? Та-да. Та-дам. Так, смотрите. Оно все синтетическое. Это был размер large. И мне, может быть, надо было бы medium. Стоит оно 225 долларов. Нужен был бы medium, потому что здесь-то оно широкое, видите? А вот здесь вот сверху мне вот этот вот large немножко... Значит, сейчас я вам покажу и объясню, почему я... Значит, вот висит такой на вешалке. Я думаю, оба юпочка. Пойду, возьму, померю. Тут замочек, все дела. Приношу, значит, в примерочную и смотрю, а внутри там вот такая конструкция, девочки. Здесь какая-то резинка. Значит, здесь вот этот замок один. Короче, вот этот вот замок, да? И внутри вот эта вот внутренняя конструкция вся, она, видите, вся такая вот отдельная идет. Она застегивается на еще один замок, который я сейчас застегнуть не могу. Причем он, интересно, его можно вообще вот расстегнуть полностью. Вот так, видите? Сейчас. Вот так вот просто разнять, расстегнуть. Вот он вот так вот разъединяется. В общем, коз, конечно, наворотили, наворотили, накрутили, вот уж навертели. Ну, коз интересен, конечно, своими необычными всякими фасонами, но оно очень элегантное, такое дизайнерское. Вот это прям дизайнерская вещь. Хотя на вешалке, я думала, что это просто юбка. Представляете? Прикольно, да? Так, смотрите, тоже очень-очень интересные брюки, но они не видны на мне, непонятны, потому что, смотрите, они сшиты из двух частей. Одна часть вот такая вот шершавая, как будто бы шерсть, и одна половина брюк, как будто бы атлас. Они мне немножко великоваты, это 14-й, мне нужен 10-й, ну, 12-й максимум. Правда, здесь есть, их можно аджаст, у них на талии есть такая штука, которую можно уменьшать, я вам потом покажу. Ну, я сейчас не буду с этим заморачиваться, в общем, не то, чтобы они с меня уже прям падали. И вот такой вот свитер, я думаю тоже, что он шерстяной, с карманчиками, опять же, а-ля Шанель, вот все сейчас сделали такие, и даже Юникло сделала подобные, подобные свитерочки, вот такие вот с карманчиками. Вот так вот он под горлышко, на пугольчик. Вот такой рукав, это очень какой-то маленький размер, потому что он очень широкий, по-моему, это даже экстрасмор. Он прямо огромный. Сейчас я его подзаправлю и покажу вам брюки, пояс. Смотрите, на брюках такой интересный пояс, двойной такой. И вот они очень-очень интересного, очень интересного фасона и кроя, только большие. Вот такой длины, ширины обычный. Ну, в общем, я вам на вешалке их лучше покажу, будет лучше понятно, что они из себя представляют. Элегантные, очень. К ним бы нужна была бы какой-то, наверное, другой топ, но я ничего не нашла такого более, знаете, ну, так скажем, более элегантного, типа какой-нибудь жакеты или жилет, или что-то такое, или блузки какой-то, черного, что-то ничего, ничего не нашлось. Вот эти две вещи, вот прям вот этот, вот, и вот свитер. Ну, правда, еще есть какие-то свитера, но вот каких-то элегантных блузок, у них что-то нет в этот раз. Так, значит, вот эта ткань, 96% шерсть, остальное там 4%, что-то не помню. А вот эта блестящая часть, это вискоза, ну, посмотрите, как это интересно сделано и придумано. Вот я никогда нигде не видела, ну, может быть, я не по тем магазинам хожу, чтобы половина брючины была одной, одной ткани, а вторая половина другой, причем совершенно разного, разного вот такого вот текстуры и на вид, и на ощупь. Пояс тоже, по-моему, половина, да, пояс тоже половина шелковистый, половина вот шерстяной, и сзади, как же это сделано сзади. О, смотрите, какой карманчик. Прямо концертные брючки. А и сзади тоже, вот половина вот такая, половина шерсти, половина вискоза. Очень прикольные брюки, прям очень прикольные, сколько они стоят, я вам сказала, они не дешевые вообще ни разу. Значит, так, 275, и это был 14 размер, вот их номера, мне, конечно, нужно было 12, 14 мне великоват. Так, и внутри, вот видите, они точно сделаны, как вот такие, вот как сейчас делают, вот этим вот поясом наружу. Видите, делают вот этот пояс наружу, а у них сделан этот пояс внутри, как положено, вот таким вот мужским, настоящим мужским брюком. И вот здесь, видите, у них вот такая вот пришита резинка с пуговицей, я уже вам показывала, больше нигде я не видела, ни в одном масс-маркете, только в коз делают. Когда-то в детских, в детских джинсах у моих детей было такое, на худых детей, на более полненьких детей. что вот видите, вот здесь вот пуговица резинка, и можно затягивать эту резинку, это очень трудно объяснить, особенно одной рукой, держать телефон. И вот так можно застегнуть на разные петли, и таким образом у вас талия уменьшается, талия в брюках. Вот такие вот приятные брючеты. Так, жакет, 100% шерсть, и стоит он 150 долларов, размер экстра смол, потому что он очень большой. И вот его номера, он действительно очень объемный, он такой простенький, ничего в нем особенного нету, но я вам хочу сказать, очень качественно сделан, и 100% шерсть, 150 долларов, в принципе, вот по нашим ценам, это в общем, можно сказать, недорого, потому что у нас, за синтетику сейчас сотню берут, и не поперхнутся, что называется, и не подавятся. И считаю, что так и должно быть. А здесь 150 долларов, чисто шерстяной жакет. Все-таки вот в кос есть вот эти вот шерстяные свитера, которые не безумно дорогие, а на распродаже, они вообще, я покупала их там за, ну не такое, а вот в последний раз я покупала, долларов 60 он получался, чисто шерстяные вещи. Ну это как бы находка, что называется. Ну что ж, девушки, такие у нас сегодня были примерки в кос, черная, традиционно в кос мы примеряем черные вещи, особенно зимой. Ну и у них действительно сейчас очень мало вообще других цветов. Вы видели, я водила камеры по магазину, вы видели, что ничего такого нету, интересно, ну в смысле разноцветного, яркого, все такое, черное, серое, бежевое, ну прям, ну это как бы еще в принципе зима, это еще зимняя коллекция, поэтому, хотя может быть уже и весна, потому что пуховиков нету, а появились пальто, такие с тканью. Так что я думаю, что это уже где-то, в общем-то, весенняя коллекция, начало весны, ранняя весна, потому что много свитеров, вещи в основном теплые, длинным рукавом, поэтому вот так. Ну все, на сегодня все. Надеюсь, вам понравилось, было интересно. Всех люблю целую, с вами была Дита. Всем привет из Канады, всем пока, бай-бай. Субтитры подогнал «Симон»!